Друзья, всем привет! С наступлением войны я ударился через какое-то время в волонтерское движение и оно меня сейчас очень цепкими лапками своими держит. Но имеется в виду, я сейчас выбираю автомобили для ЗСУ. Но это совсем не означает, что мы не делаем обычных гражданских осмотров. Вот такие вот комментарии проскакивали, а где же автоподбор? И когда я был в Украине, тоже встречался с людьми, они говорят, слушай, ну на автоподборе ты выехал и как-то 100 тысяч человек ты нашел. Ну я думал, что это мало кому интересно и споймал себя на мысли. Вернее, не то, что споймал, мне вон вдолбили дружище. Это интересно разным людям. Соответственно, встречайте обычные гражданские осмотры. Ну правда, не моими руками. Я сейчас, кстати, собираюсь вернуться на несколько недель в Украину. Ну и возможно будут и подборы, и мои. Но так или иначе, наши парни все равно выбирают автомобили и есть что показать. Но обо всем по порядку. Добрый день. Смотрим, значит, аккорда. Восьмой аккорд. Официал. Значит, начнем с передней части автомобиля. Что у нас здесь? Переднее правое крыло у нас оригинальное, родное. Оно не крашеное. Здесь все отлично. Вот здесь вот заполированные царапины были. Нет, тут частично подкрашивалось все-таки по полоску. И сполировалось до родного цвета. Капот у нас родной, оригинальный. Он не крутился, не красился. Здесь все отлично. Вмятин каких-то нет больших, впечатляющих. Под резинкой, кстати, сразу посмотрим. Под резинкой у нас здесь протертостей больших нет. Но на будущее рекомендовал бы под резинку подклеить здесь полоску, чтобы дальше не протирало. Здесь здесь начал потихоньку протирать. Но пока еще не глобально, не принципиально. Бампер впереди. Вернемся к бамперу. Бампер, бампер. У нас стоит на месте решетки на месте. Здесь все хорошо. Сплитеры у нас стоят. Радиаторы у нас живые, нормальные. Дальше. Здесь у нас все отлично. Подкрылки стоят на месте. Дверь передняя. Опять же тоже вот она ремонтирована. Это, я так понимаю, было вся история одна. Вот, продертый бок. 215, 189, 305, 188, 215, 164, 159. Да. Вот здесь был основной у нас притер. Очаг, скажем так. Дальше все чисто покрас был. Здесь все нормально. Так, дальше. Зеркало на месте, зеркало все на месте. Порог у нас стоит на месте. Здесь все хорошо. Ржавчины по порогу не видно. В салоне. Что здесь? Каркас двери целый. Здесь все целое. Вот, подертая достаточно сильно софт-тач покрытие на ручке. Здесь у нас все отлично. Все симпатично. Нжавчины под накладками нет. Дальше. Руль у нас есть потертости на руле. Ну, все адекватно. То есть, в принципе, для аккорда все это достаточно адекватно. Если брать во внимание пробег и возраст. Да, здесь все нормально. Сидения у нас тоже достаточно неплохо сохранились. Поддержка не просела. То есть, поролон нормальный на сидении. Единственное, чуть кожа подломалась. Но она мягкая. Это хорошо. Они пересушенные. Дальше. Здесь у нас все хорошо. Здесь у нас тоже все хорошо. Здесь я больших проблем не вижу. Подушки посмотрели. Подушки здесь стоят на месте. Здесь все хорошо. Ремни тоже у нас 12 год. Здесь все отлично. И порог у нас здесь не трихтовался, не ремонтировался. Здесь все хорошо. Дверь задняя левая. Здесь у нас, опять же, просто покраска. Ага, нет. Не просто покраска. Вот здесь вот уже подшпаклевывалось. Да. Здесь вот все подкрашивалось. И арка у нас, я думаю, тоже. Да, арка тоже подремонтировалась и подкрашивалась. 246. Здесь подкрасы были. Стекла у нас оригинальные. Здесь все хорошо. Из неприятного надо будет укреплять накладку. Дальше. За накладкой ржавчины не видно. Вот здесь вот есть маленькие-маленькие чашки ржавчины. Но это все можно убрать и будет все отлично. Дальше. Здесь у нас тоже все хорошо. Проемы у нас отлично. Без вопросов. Сидение тоже отлично. По салону здесь, в принципе, у меня больших вопросов нет. Просто надо будет его отхимчистить и привести в хорошее состояние. Крыло заднее. Опять же, здесь покраска была, да, я так понимаю. Красилось все крыло из-за вот этого всего повреждения. Здесь у нас тоже в лючке все чисто, все красиво. Все сидит на месте. Не болтается. Все нормально. Бампер задний ремонтировался, красился. Фонари у нас оригинальные, нормальные. Дальше тут все хорошо. Согнутый у нас чуть-чуть отглушитель, трубка на глушителе. Самец так называемый, да, подогнутый. Дальше. Накладка крышки багажника крашеная. Бампер крашеный. Дальше. Вот здесь вот запавшая резинка на кнопке включения. Попадает влага в подсветку номера. Ну, это на будущее, просто наблюдать за этим. Там ничего ты не сделаешь с этим. Дальше. Здесь видно, что разные швы, родной герметик. Здесь ничего не красилось, не ремонтировалось. По багажнику здесь все нормально. Единственное, немного зацарапано. Вот верхняя полка, тут какие-то грузы возили. Вот это вот все. Ну, и здесь рекомендую, здесь вот, конечно, подкрасить и поклеить пленку, чтобы крышка багажника не ржавела в будущем. Крыло заднее. Здесь оно крашеное. Просто. Вот здесь просто лачком. А нет, здесь вот уже очаг был. Вот здесь вот ремонтировалось. 448. И, наверное, дверь так же самая. Нет. Дверь здесь нормально. Дверь здесь. 93. Дверью здесь все хорошо. Дверью все хорошо. А вот с аркой у нас проблема. Опять же, такая же проблема у нас отпадает. Накладка надо будет привести ее в чувство. Ржавчины по аркам нету. Кстати, диски тормозные задние, меняные нормальные. Колодки скоро уже менять надо будет. Опять же, погрызанные диски колесные. Так, что касательно двери. Дверь здесь с дверью все хорошо. Ручки, софт-тач покрытие подертые. Надо будет это все повымыть. Ну, грязные какие-то, да. То есть, в принципе, просто почистить их и будет все нормально. Стойка целая. Арки целые. Здесь ничего не било. Здесь был только косметический подкрас. Вот видно место, по которому подкрашивалось крыло заднее. Тоже здесь, вот где очаг удара был, здесь тоже ничего страшного нет. Дальше. Ремень у нас тоже здесь все с ним отлично. С сидениями все хорошо. Дверь передняя правая окрашенная. Здесь тоже какая-то царапина была, потому что здесь только покраска. Без каких-либо сильных повреждений. 116, 109. Да, здесь ничего не вижу. Стойка целая. Крыша у нас тоже целая. Вмятин по крыше никаких нет. Все отлично. Рейлинги на месте. Здесь все замечательно. Так, зеркало у нас целое. И по салону передней части тоже стойка у нас целая. Здесь все целое. Здесь все отлично. Все хорошо. Сидение аналогично водительскому. Царапин на бардачке немного. Крышки перчаточного ящика. Ну и ручка такая же история. Софтач подертый. Так, все по низам. Здесь все отлично. Так, и под капотом. Работает двигатель отлично. Так, что здесь видно? Капот у нас не снимался. Здесь все хорошо. Крыло. С крылом здесь тоже ничего здесь не билось. Здесь все отлично. Брызговик целый. Везде заводской герметик. Стакан у нас не крашеный. С этим все отлично. Что это такое? А, это просто паста полировочная. Наверное, полировали. Полировочная паста, да. Когда с крылом. А, ну-ка, крыло снимали? Для частичного локального подкраса. Нет, ничего не снимали здесь. По месту подкрашивали вот это место. Так, дальше. Есть скол небольшой подкапать надо. Фары перепаковывались, они тюнинговые. Дальше. По двигателю. По двигателю. Двигатель работает хорошо. Потеков никаких масляных и жидкостей других технических не видно. Все отлично. Отлично, отлично. Отложений. Отложения в двигателе. Здесь все хорошо. Здесь все хорошо. Ну, все отлично, да. Пробки тоже все нормально. Трубки родные еще. Не ремонтированная, кондиционерная. Часто выходит из строя. Ой. Дальше. Вентиляторы стоят на месте. Все работает. Вентиляторы, радиаторы чистые. Здесь все нормально. Аккумулятор тоже свеженький. Стакан целый. Здесь все нормально. Да, здесь все нормально, нормально. Никаких вопросов нет. И то, что сверху видно, никаких аварий глобальных по лонжеронам, по усилителям. Ничего здесь не было. Значит, что здесь основное? Здесь по подвеске все нормально, вопросов никаких нет. Основная проблема какая-то, как и все хонд, это кузов. Его обработать и будет все отлично. Есть начальные очаги коррозии, но они все устранимы. Они еще не критичные. Так что все нормально. Здесь по подвеске вообще минимум претензий. Из того, что неприятно, это по передней части. Идите сюда. У нас здесь подтекает передний сальник на коробке. Надо будет снять коробку, поменять сальник и все будет хорошо. Машина достаточно хорошая, ухоженная, видно, хозяйская. Ее не убивали. Вот эту хонду Аккорд мы рекомендовали к покупке как автомобиль технически исправный. То есть у него там есть минимум недостатков относительно заявки заказчика. Все подходит, все получается правильно, ровно. Но есть один момент. Эту машину мы рекомендовали, но этот автомобиль не был оформлен. А не был он оформлен по причине кривых документов. Как с документами, с самим техпаспортом все нормально. Он честно, оригинальный, настоящий. Но нету человека, который продает автомобили, продает парень по доверенности. Так вот, доверенность оказалась кривая. И по сей день, вот на сегодняшний день, когда я пишу комментарий, ситуация неизмена. Другой доверенности нету. Машину он продать не может. Хотя мы готовы были ее приобрести. Вот. Вот такая вот история. Следующий автомобиль, там другая история. Она немного хитрее. Выбирал наш технический специалист Антон. Так вот, здесь интерес заключается в том, что продавец... Я сейчас попробую быстро рассказать историю. Продавец, который продает этот автомобиль, ранее обращался в компанию по подбору. Ему выбрали этот автомобиль. А сейчас он его продает, потому что он захотел другую машину. В общем-то, казалось бы, ничего страшного. Но давайте посмотрим. Форд Фьюжн Киев. Значит, получил он, значит, левую часть переднюю. Это дело ремонтированное. Да, шпаклеванное крыло тоже ремонтированное. Фара меняная. Все очевидно. Значит, стойка немного тоже там ее задела. Двери, двери тоже ремонтированные. Эти двери выпадают по цвету вообще абсолютно кардинально. Это крыло тоже крашеное. Ну, значит, пойдем так. Так, дверь эта шпаклеванная. Ее здесь поломало. Опять же, как и все, покрашено плохо. Шпаклевано много. Значит, шпаклевано, покрашено, шпаклевано. Шпаклевано, покрашено. Так, вот так должно быть. Пластик. Значит, вот видно здесь, как ремонтировали эту дверь. Вот здесь ее. Вот тут что-то мазали. Тут такого что-то. Накрашено с двух сторон. Вот эта мазня, это тоже не очень. Значит, по салону чехлы, салон тряпка. Целая. Руль. Руль, 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 руль. Ну, такой себе руль, конечно. Что-то тут он какой-то. Какой-то он совсем какой-то он не такой, как должен быть. Большая магнитола, шайба уже в рестайловой. Так, потолок. Потолок чистый. Ремень рабочий. Все тут хорошо. Пластик на месте. Проем целый. Проем не крашеный. Двери, двери тоже крашеные. Двери шпаклеванные. Мусор поставляли. Так, арка. Здесь у нас замята. Вот в этом месте есть. Умятинный. Так. Карта, карта задней двери. Тоже она в пятнах, но в принципе целая. Пластик целый. Кнопка. Все на месте. Проем целый. Так, сзади тоже чехлы. Сидения в чехлах. Карманы не растянуты. Ева ковры. Дудечки работают. Вот так вот должна выглядеть дверь. Герметик этот. Так, дальше. Крыло это тоже крашеное. Крашено без... Шпаклевки здесь в принципе не наблюдается. Дальше. Крашено, 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 крашено. О, и крашено. Перепыл. Крыша. Крыша тоже целая у него. Значит, фонарь задний. Дорогущий, который... Он здесь как-то не на месте. Он сидит, топырится. Фонари целые. Крышка целая. Тоже вот тут полезно у него с края. Так, по этой стороне... Фонарь здесь сидит хорошо. На месте, можно сказать. Камера есть. Так. Что тут у него еще? Интересного. Так, крышка не крученная. Все тут нормально по крышке. Так, здесь все целое. Там где запаска, корыто. Все на месте. Так, тут канистры. Куда у нас идти без канистры? Так, багажник чистый, большой. Карта целая. Кнопка, ручка. Все здесь хорошо. Ну что, значит, чехлы. Все, салон классный, в принципе, целый без дыр. Все. Подлокотник. Все тут. Климат. Проем хорошо. Хорошо. Электросидушки. Крыло. Крыло отпередувалось. Здесь у него не в зазор. Краска на фаре внутри. Ну, капот шпаклеванный, крашенный. Фары. Значит, это утоплено вовнутрь. Левая. Правая торчит. Видя, что-то с телевизором там недовыставляли. Значит, так крашено, крашено. Капот снимали. Соответственно, когда ремонтировали, ну, вот это и угол, который был поломанный. Так, по колесам. Колеса тут хорошие у нее. Еще больше половины. Термозные диски тоже процентов. Может, 30-20 доработки максимум. Так, зад тоже самое. Диски там с легкой бороздой задней термозами. Так, здесь вот притертость осталась. Вот в этом месте. Вот как красили лакомость. Туркшить. Какая-то вся немного разноцветная. Капот здесь вот надутый. Вот в этом месте. Ну, так вот видно, как выпадают двери и крыло. Задние двери под свет. Значит, мотор, в принципе, сухой. Внутри он чистый. Антифриз тоже чистый. Без отложений. Решетка хромоблазит. Вот как они его тут ремонтировали, красили. У нее украшено, оказалось, бампер. Ну, соответственно, понятно. Фара меня, тоже понятно. Капот, тоже понятно. Крыло, дверь, дверь, банан. Вот этот вот весь крылок. А сейчас можете рассказать про эту машину? Нет. Да. От тебя можете сказать, что вот... Ну, это неплохая внутри ухоженная судьба. Понимаешь? И, чё, нет. Она брюс-дорга очень. Что это было? Правильно. Вот это клёв. Я не знаю. Нет, там нет. Когда вы просто... Я тоже тоже сказал про эту машину. Ну, а, в принципе, рассказал это хорошо. Коротко про этот автомобиль. Ну, вот почему да, почему нет. Машина хозяйская. Ну, была когда-то плохо сделана. Раза два, наверное. Или три. И? И всё, мы ее не рекомендовали. А что в ней плохого? Потому что она разноцветная. И морда кривая у нее. Салон у нее хороший. Дверь, дверь. Вот плохо было. Дверь сделанная. Герметик полез. Под герметик ржавчина уже топылится. Короче, здесь смысл в том, что... Я попробую объяснить. Здесь смысл заключается в том, что эта машина зашла к нам после того, как ее рекомендовали в автоподборе. И всех этих моментов никто не рассказал. Какой автоподбор осталось неизвестным. Но мысль заключается в том, что парень был уверен, что у него вот такая машина. Да, она хозяйская. Она типа там где-то ухоженная. Но она изначально плохо сделана, как сказал Антон. Вот почему нет. Не, если посмотреть в интернете, то, конечно, среднестатическая цифра. Да, выше крыши. И вот хорошая цифра. Хорошие фотографии. Но плохое техническое состояние. Вот. Соответственно, мы этот автомобиль не рекомендуем. Чего я не могу сказать за Мазду. Которая стоит 12200 долларов. Десятый год. Мазда 3. Давайте посмотрим. Итак, смотрим нашу третью Мазду. Беленькую. Задалека красивая. А с близкой, конечно, она уже подустала наша машинка. Значит, тут основной удар был с этой стороны. Но здесь есть другие проблемы. Начнем там, где был удар. Капот здесь стоит тайваньский. Покрашена очень плохо. Вот металл просвечивается здесь. 128, 106. Мы покрасили плохо. По зазорам плохо. Вот здесь вот капли, потеки. А нет, это полировать. Нет. Это, я думал, полировочная паста. Нет. Здесь проблема с покраской. Крыло у нас перехтованное. 247, 240. Бампер стоит не по местам. Зазоры по фарам. Бампер треснутый. Хром. Туманка. Крышка болтается. Дальше смотрим. Дальше стекло у нас смененное. Стойка у нас скрашенная. Дверь у нас тоже ремонтированная. 554 здесь. Крашенная. Здесь уже краска облазит на крыле. Диск у нас нормальный. Колеса нормальные. Резина тоже отличная. Здесь все хорошо. Здесь все хорошо. Здесь все хорошо. То есть ремонтированная дверь вот в этом краю. Крыша у нас нормально целая. Дверь задняя ремонтированная, крашенная. 231. Торцы побитые. 275-240. Здесь тоже был ремонт. Арку у нас делали. Почему? Вот здесь вот видно герметик. Восстанавливали очень плохо. И вот у нас куски краски, грязи. Герметик остатки под краской. Это не весь хорошо. Здесь у нас все нормально. Крыша здесь нормальная. Дальше. Крышка багажника. Сверху она целая. Без вопросов. Вот здесь вот она у нас крашеная. 247, 245, 276. Бампер ремонтированный, крашеный. Заглушка не на месте стоит. Здесь у нас крашеная нижняя губа. Восстановленная. Здесь у нас ремонтированная и покрашенная. Здесь у нас покраска, покраска. Опять же выпадает свет. Здесь у нас все хорошо. Все нормально. Арка у нас с этой стороны целая, живая. Здесь все отлично. Дверь задняя. Правая. 140, 102, 104. Здесь у нас дверь у нас крашеная тоже. И плюс еще и мятая. Если сверху посмотреть, вот вмятина бликует. Вот здесь. То есть она вся поверхность проваленная. То есть здесь надо беспокрасочно еще убирать ямы. На телефоне это не видно будет. Крыша с этого края целая. Дверь передняя, правая. Единственное, я так понимаю, целая единица здесь. Хотя грязное не видно, но сейчас посмотрим. Так. И крыло переднее у нас, понятно, здесь крашено. 144, 198. Стекло умененное. Царапины коцки. Так. Дальше фар опять же повреждено. Покрытие защитное. Надо полировать и клеить. Здесь капот тайваньский стоит. Что здесь из интересного. У нас здесь ремонтировалось аж до вот этих пор все. Здесь вот видно, где шпаклевка зеленая. Здесь обычная шпаклевка. Металл. То есть тут нужно узнать всю технологию восстановления данного автомобиля. Герметик подпроложенный. Ну и здесь это все крашеное. Сам стакан у нас здесь целый. С ним все хорошо. Здесь у нас все нормально. Наконечник видно, что рихтовался. Здесь клипсы нет. И здесь у нас здесь все хорошо. Здесь все нормально. Здесь без вопросов. Здесь этот с этой стороны у нас здесь все нормально. По двигателю проблем нет. Сухо, красиво. Здесь у нас тоже все чисто. Отложений нет. Уровень масла в уровне. Стакан у нас целый. Здесь все хорошо. По салону. Здесь у нас все нормально. Здесь все нормально. Здесь все отлично. Не битон и крашено. Но только спереди справа. Дверь не снималась. Кожа здесь. С кожей здесь все хорошо. Здесь все нормально. Дальше. Ну да, здесь по салону минимальное количество вопросов. Руль, конечно, заезженный. Хорошо потертый. Дальше. Здесь у нас все хорошо. Теперь вопрос по подушкам. Ну, подушки. Подушки стоят. Дальше смотрим. Крышка багажника видно снималась. Делалась. Каркас по крышке багажника целый. Здесь не крашеный. Здесь у нас подкрашивалось. Видно, что здесь красили. А вот здесь вот заводское. Проем заводское. Видно вот кант, откуда красили. Крыло само. Здесь все хорошо. Здесь крыло менялось. А, ну, место попробуем найти. 315, 450, 525, 392. Вот здесь вот где-то. Дальше. Здесь у нас пол багажника целый. Запаска на месте. Все на месте. По ландеронам здесь не доставалось, скорее всего. Дальше. Домград. Ключ. Здесь все хорошо. Здесь тоже все отлично. Петли видно, что здесь скрученные. Здесь скрученные. Тут тоже крашеные. Тут целые. Здесь крашеные. Здесь она ремонтированная, крашеная. 297. Стойка. Крашеная. Что-то у меня особое. Здесь все целое. Да, здесь все хорошо. Из плохого, что здесь подранное кожух сиденье, просиженное, как обычно, диван. Не сильно, но есть. Так, дальше. Блин, вот эта тачка. Мечта. Да, здесь все крашеное. Все крашеное. Так. Ну, все, в принципе. Вмятина. Дверь не по зазорам провисшая. Молдинги торчат, висят. Все. Не вижу смысла смотреть ее дальше. За эти деньги. Я надеюсь, не надо объяснять, почему мы завернули этот автомобиль. Все было на видео. Все прекрасно, все ясно. Все четко. Кстати. Я чего вот так вот ерничаю? Потому что все вот эти автомобили люди изначально смотрели самостоятельно. То есть, они посмотрели, первое впечатление получили, а потом, ну окей, поехали смотреть этот автомобиль уже со специалистами. И, как видно, как ясно, как понятно, вот замыленный глаз человека, когда он особенно очень хочет купить автомобили, когда глаза горят, по себе знаю. Это неправильно, так делать не нужно. Друзья, на сегодня все. С вами был Николай Тарануха, Киев, компания Одинавто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok